Щеблый щеблый Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами Школа Рукоделия. Я Вика. Сегодня мы свяжем носочки. Девчонки, любимая ваша рубрика, где я разбираю все по размерам и все подробно. Прежде чем начнем, девчонки, я хочу вам порекомендовать вот такой прекрасный сайт. Я думаю, вы его все очень хорошо знаете. Это читайгород. Вот смотрите, 560 наименований книг по вязанию. Девчонки любой сложности, любого уровня. Вот посмотрите, пожалуйста, вы не пожалеете. Что хотите, вы можете себе найти. Как начинающие вязальщицы, так и уже опытные девчонки, которые вяжут и на заказ, и для себя, и для всей семьи. На любой вкус. Спицы, крючок, все что угодно. Здесь можно просмотреть содержание у каждой книги. Читать отрывок. То есть отрывок книги тоже вы можете просмотреть. Каждую книгу, то есть кусочек книги. Сейчас мы посмотрим, сколько здесь у нас отрывков. Ну, то есть, чтобы сложить свое мнение о книге, я думаю, этого отрывка достаточно прочитать и решить, нужна она вам или нет. Вот. И краткое описание книги. Ссылку я оставлю под видео в описании. Переходите, смотрите, может быть, какая-то книжечка вам попадет в душу. Либо на подарок тоже. Рукодельницам на подарок будет отлично. Уверена, каждая из вас найдет что-то именно для себя. И по цене, и по содержанию. Значит, сегодня носки. Вяжу вот из такой вот китайской пряжи, какой-то Махерс Алиэкспресса. Ну, у меня мотков больше. Я все думала, кофточку. Ну, да, на этом все дело и закончилось. Кофточки не будет. Вяжу носки. Значит, это я вам показываю пряжу. Ссылка обязательно будет под видео в описании. Вам нужно всего лишь 100 грамм для любого размера. То есть, два мотка. Два мотка у них доставка бесплатная. Если больше, там уже насчитывается доставка. Значит, носок у нас пока еще не очень. Близо ВТО еще. Вот он. Вот он, вот он. Ну, и сейчас мы будем вязать. Значит, давайте, давайте по размерам. Вяжу я, значит, в три сложения, девчонки. Как вязать в три сложения с одного клубка, вот в этом видео можете посмотреть. Можете так, как я. Один клубок у меня идет вот одна нить, а со второго клубочка у меня идет изнутри и снаружи. И так складываю я в три нити. Значит, спицы номер три у меня троечка. Размеры у нас будут распределены вот таким вот образом. Значит, 35-36 это единичка. Вот видите, это будет первое число всегда. 37-38 второе число. 39-40 третье число. Начинаем мы вязать с резинки. Вот с этой части. Вязать будем без швов на двух спицах. Я использую круговые, можно не круговые, просто длинные спицы, без разницы. Вот. Основной узорчик, видите, вот такой вот красивый, гусиные лапки. Ссылка на узорчик тоже, вот, пожалуйста, либо в описании, либо вот здесь в уголочке. Значит, плотность вязания. Сейчас я вам измерю мою плотность вязания. Значит, понятно, вот эта пряжа в три сложения спицы 3 миллиметра. Значит, плотность моей резинки составляет 17 петель в 5 сантиметрах. Я меряю на 5, потому что здесь 10 сантиметров нет, поэтому я основалась на 5 сантиметрах. Значит, плотность вязания 17 петель в нерастянутом виде резинки, это 5 сантиметров. И начинаем мы вязать вот эту полоску. Начинаем с набора петель. Обычным, совершенно классическим способом я вяжу, набираю, вернее, вот эти вот петли, 25 петель. Вы же, смотрите, свое число набираете. Вот. Итак, 25 петель я набрала. И вяжу резинкой 1 на 1. Перекрученная. Притом, перекрученная у меня только лицевая петля будет. Сейчас я вяжу просто первый ряд, потому что там и перекручивать-то нечего. Первый ряд я вяжу вот таким вот образом. Начала я с лицевой, закончила лицевой. Обратите внимание, все числа наши нечетные. Нам нужно нечетное количество петель потом для распределения узора. И начиная со второго ряда, я вяжу таким вот образом. Лицевую петлю вяжу не за заднюю стеночку, а за вот эту вот переднюю. Перекрутив ее таким вот образом. Еще раз смотрите. То есть отсюда я захватываю и перекручиваю. И получается потом вот такое вот переплетение интересное. Вроде бы, как и резинка 1 на 1. Вроде бы, как и скрученная, и не скрученная. Вот такое вот 50 на 50. Таким вот образом я вяжу резиночку. Высоту резинки вы тоже можете корректировать по-своему. Я сделала вот такие вот высокие носочки. Вы же можете связать их и пониже тут. Как бы, весь нюанс не в этом, а в ступне. Потом ступня у нас, конечно же, для всех размеров будет корректироваться. Поэтому на этом этапе высоту носка вы можете регулировать на свое усмотрение. Итак, я вяжу резинку в высоту, сколько мне нужно. Итак, я провязала 22 ряда. Вот здесь вот я пишу. Вот она резиночка. 22 ряда. В сантиметрах сейчас скажу. 22 ряда. Это для всех размеров. Либо корректируйте на свое усмотрение. Так, 25 петель у меня в 8,5 сантиметра. И высоту это у меня 7,5 сантиметра. Здесь может немного отличаться. 7,5 сантиметра. 22 ряда. Теперь я распределяю петли для узора. Каким образом? Вот здесь вот я нарисовала. Я надеюсь, вам видно. 1,2,3,4. То есть разница будет вот здесь, вот в этих местах. Видите, где у меня прописано. 2,3,4. Сейчас мы все попетельно здесь будем вязать. Итак, кромочная здесь не считается. У меня единичка размер. Значит, у меня здесь 2 петли. У вас, соответственно, размеру либо 3, либо 4 кромочная. Не считается. У меня 2 изнаночные. То есть подставляйте свое число. Дальше. 1 лицевая. 1 лицевая. Вот видно. 5 изнаночных. 1 лицевая. 5 изнаночных. 1 лицевая. 1,2,3,4,5 изнаночных. 1 лицевая. Снова 5 изнаночных. 1,3,4,5. 1 лицевая. И третий раз. 3 полоски по 5. 1,3,4,5. 1 лицевая. И далее. Либо 2, либо 3, либо 4 изнаночные петли. В зависимости от размера. У меня маленький. У меня 2 изнаночные петли. И кромочная. Все. Распределили мы петли. Узор. Узор либо по ссылке. Разбираем подробно узор. Там он немного отличается. Здесь у нас будет полупатентная петля. А в узоре она просто лицевая. Поэтому можете пересмотреть узор. Четко по узору вязать. Вот это вот просто лицевой такой дорожкой. Я же вяжу полупатентной, которую я сейчас вам покажу. А вот эти вот лапки, то эти там. В общем узор оттуда. Из моего же видео. Только немножечко я его усовершенствовала. Ну, именно для этой модели. Так. Третий ряд мы вяжем. И четвертый по узору. Только вот лицевые эти 3. 4 ряда. 4 полоски. Раз, два, три, четыре. Она при всех размерах. Вот эта лицевая. Мы вяжем на ряд ниже. То есть не классическую лицевую. А на ряд ниже провязываем. И в каждом лицевом ряду мы ее так будем провязывать. На ряд ниже. Четвертый ряд по узору, как лежат петли. В пятом и в шестом будем делать узор вывязывать сейчас. А потом снова с первого ряда начинаем. И так, пятый ряд. Здесь вяжем по узору до первой вот этой вот лицевой петли. Лицевую на ряд ниже. И вот здесь вот, где у нас 5 петель. Провязываем 2 вместе. Изнаночные. Здесь мы опускаемся вниз. Раз, два, три, четыре. И из этой четвертой дырочки вытаскиваем петлю. Одна изнаночная. И из этой же дырочки вытаскиваем еще одну. И протягиваем ее так, чтобы она была свободной. Чтобы она дотянулась до верхнего ряда. Две вместе изнаночной. То есть, здесь мы сократили одну петлю. Здесь мы сократили. И две же добавили вот таким вот образом. Из протяжки снизу. То есть, все петли у нас на месте. Здесь на петлю ниже. И снова. Две вместе изнаночной. Здесь у нас она получается четвертая. Далее мы просто будем, я вам покажу, поднимать из дырочки. Одна изнаночная. Это дополнительная. Две вместе изнаночная. Снова две вместе изнаночная. Раз. Кому быстро показывает, пересмотрите сам узор отдельно. И все будет понятно. Ссылочку я оставлю под видео. Так. Изнаночный ряд мы вяжем по узору. Шестой. Таким вот образом. Вот здесь, где у нас должны быть пять лицевых, мы их так и провязываем. То есть, это одна лицевая. Вот это дополнительную мы провязываем. Которую мы вытащили лицевой. Лицевая. 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 То есть, пять лицевых у нас, как было, так и осталось. Таким образом я довязываю до конца ряда. Так. Теперь начинаю с первого ряда. Четыре ряда я вяжу по узору. И в пятом начинаю делать узор. Так. Вот сейчас я покажу, в какую дырочку делать этот узор. Сейчас провязала четыре ряда. И продолжаю вязать. Теперь вот смотрите, второй раз я делаю, вот это тоже, значит, две изнаночные. И теперь, если считать, один, два, три, четыре, у нас получается вот здесь. Но мы ее продеваем вот сюда, уже в вершину вот этой тройки. Так вот. И тогда у нас получится, то есть, пятую дырочку. У нас там вначале ее просто не было еще в узоре. Она изнаночная. И дальше. Только... И далее вот именно таким образом мы вытаскиваем снизу. И вместе. То есть, видите, получается у нас узор. Вот эта лапка связана из вершины предыдущей лапки. Да, и тогда получается вот такая вот красивая, как бы косичка, что ли, веточка. В общем, вот так вот вяжем дальше. Сейчас мы находимся вот здесь, вот вяжем до пяточки. Итак, вот смотрите, я провязала восемь раппортов. Вот если считать вот эти лепесточки. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В сантиметрах. Это если шесть, восемь, сорок восемь рядов получается. И в сантиметрах это получается у меня двенадцать сантиметров. Значит, то есть я так вот провязала основным узором. Теперь у меня будет незаконченные ряды. Переходим на чудочную гладь и на пятку. Для пятки мы будем вязать с незаконченными рядами. Сейчас все буду показывать. Вот таким вот образом. Будем оставлять петли. Значит, переходим на чудочную гладь. Лицевой ряд. Лицевая сторона, лицевые петли, изнаночные, изнаночные. Число петель у нас осталось прежним, пока ничего у нас не изменилось. Да, в принципе, и не изменится. Вот только в носочке и в пятке. Сейчас мы будем... Итак, смотрите. Одну последнюю петлю я оставляю и работу поворачиваю. То есть, по сути, у нас здесь вот петелька одна остается. Я довязала сюда, одну оставила. Теперь я делаю одну воздушную петлю вот таким вот образом. Это для соединения потом нам нужно. Эта воздушная петля, как петля, не считается. Она у нас в свободном пространстве. То есть, это... Не добавляется это количество петель. Мы ее уберем и вяжем в обратную сторону изнаночный ряд. Здесь тоже одну последнюю петлю мы оставили и поворачиваем. Тоже делаем воздушную петлю. Таким вот образом. И вяжем в лицевой типе ряд так здесь вот смотрите предыдущая оставленная петля и вот эту воздушную петлю, которую мы не считаем и одна петля из основного вязания. То есть, последняя петля. Ее мы не провязываем, а оставляем. Поворачиваем. Делаем воздушную петлю. Вяжем изнаночный ряд. Вот так вот в конце каждого ряда мы будем оставлять последнюю петлю не провязанной. Только не совсем последнюю, а последнюю в этом ряду. Вот именно здесь вот последнюю. Смотрите, у меня вот это в предыдущем ряду, в этом ряду вот эта последняя. Вот она. Потому что вот это вот воздушная петля, которая не считается. Снова поворачиваем. и так мы продолжаем. Сейчас еще раз покажу вам. Смотрите, здесь хорошо видно, где был незаконченный ряд предыдущий. Вот он, дырка. И перед дыркой мы отсчитываем две петли. Вот по сути, вернее, одну из основного вязания и воздушную петлю. Вот они. То есть, перед дыркой у нас получается две петли и мы поворачиваемся. Вот таким ступенчиком мы будем продвигаться. Продолжаем. Итак, мои хорошие, что у нас получается здесь? Сейчас я все покажу. Сколько же оставленных петель у меня получилось для маленького размера. Значит, здесь у нас сгиб я нарисую. и на данном этапе вот, смотрите, у меня здесь 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И здесь 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все. И 9 петель по центру осталось. Вашем случае сейчас 9 петель у нас остается в любом случае, здесь же у меня 8, 9 и 10 сокращений То есть незаконченных рядов 8, 9 и 10 Что это значит? Это значит, что для каждого размера свое количество петель И ряды Значит 16, 18 и 20 рядов Вот в высоту отсюда У каждого будет своя пяточка Больше, меньше Вот, значит теперь что мы делаем Теперь нам нужно эту пяточку присоединить То есть вот здесь вот у нас не будет вот такой вот Как бы конструкция Мы сейчас все будем привязывать У нас будет без шва Сейчас мы опять вот такими вот рядами поворотными Мы будем присоединяться к этим оставленным петлям Здесь и здесь Таким образом у нас Вот образуется вот такая вот пятка Без шва Совершенно такая красивая идеальная пятка Никакого шва, ничего Вот такая вот пяточка у нас Так, и так Значит, вот когда мы уже сделали свое количество незаконченных рядов Мы, вот по центру у меня 9 петель Я еще делаю эту воздушную последнюю здесь Чтобы потом соединить И поворотными рядами Теперь буду присоединять Вот, когда я довязала до вот этой вот дополнительной петли Я ее провязываю лицевой Видите, вот эту петлю со следующей петелькой То есть вот эта дырочка Рассоединительная Мы ее соединяем И поворачиваем Теперь уже не делаем дополнительные петли Изнаночный ряд Теперь как В предыдущий Так, подождите, сейчас скажу Значит, здесь довязала я дырка Воздушная петля дополнительная Ее мы провязываем со следующей Вместе Изнаночный и изнаночный ряд И так далее То есть Первую часть, половину у нас В каждом ряду Убавлялась одна петля Здесь же у нас Добавляется одна петля К вот этому рабочему вязанию Рабочему кусочку Здесь, снова Здесь уже нету воздушных петель Видите, здесь сразу дырка Провязываем Вот воздушная петля С предыдущего ряда осталась И ее мы провязываем Со следующей Лицевой Поворачиваем Здесь я оставляю нить Видите, перед Как бы за работой Чтобы не путалась В изнаночном ряду Вот она, изнаночная петля Последняя И вот она, воздушная Которая осталась Предыдущего ряда Мы ее провязываем Вместе с петлей Видите, а воздушная Осталась На следующий раз Так, вот снова я довязала Получается у нас две дырки До первой мы довязываем И соединяем воздушную петлю С петлей основного лизания И так далее Пока мы не передвинемся Прям сюда в конец Так, вот смотрите Я уже все присоединила И вот последняя Просто хочу вам показать Как она выглядит Последняя воздушная И кромочная Итого у меня на спицах Все те же 25 петель У вас должно число петель Соответствовать На этом этапе Опять же Тому же Что вы набирали Вот такая вот пятка У нас получается Видите То есть Вот эту часть Мы вязали Мы Как бы У нас уменьшались Петли А здесь Мы вязали И в каждом ряду Добавляли По одной петельке Получилась Вот такая вот пятка Теперь у нас Вот видите Мы связали пятку Теперь мы вяжем ступню Ступню мы вяжем Лицевую гладь Здесь Кстати не здесь А вот в начале Вот этого носочка Я забыла сказать Вы можете добавить Петлю для уплотнения О, петлю Нить Либо специальную Для носочков Нить Которая добавляется Чтобы не протирались Либо купить Какую-то шелковую нить Вискозу Либо швейную нить Добавить Смотрите Что у кого есть Чтобы просто Носочки Дольше служили Сейчас просто Лицевую гладь Я вяжу Нигде не добавляю И нигде не убавляю До мизинчика Ровненько Продолжаем Девчонки Уже у меня ничего не видно Опять я до сни Снимаю Ночью Значит Провязала Смотрите Я провязала Сорок рядов У меня Значит Вот эта часть У нас Ровная Вот так вот Конечно Там у меня Нечего будет рисовать Вернее Ладно Итак Значит Здесь у нас У меня Сорок рядов Сорок рядов Далее Для Размера 37 38 42 Ряда И 44 Ряда Для Размера 39 40 Почему Такая маленькая Разница Потому что У нас Здесь еще Добавляются ряды И в носочки Сейчас мы будем Вязать носочки Добавляются ряды В любом случае Девчонки Контролируем Вот мы уже Можем Одеть на пятку И Сконтролировать Ступню То есть До мизинчика Здесь Как обычно У носочка Вот здесь Должно быть Основание Мизинчика Проверяем На себе На всякий случай Вот Потому что Плотность Разная У всех Пряжа Может быть Другая Сейчас Я для Моего Размера Измерю Сколько У меня Сейчас Сантиметров Спит До Пяточки У меня 17 Сантиметров Значит Давайте Запишем Значит Вот Эта Часть У меня Сейчас 17 Сантиметров Четыре Ряда Это Полтора Сантиметра В высоту Значит Здесь У нас 18 15 И 5 И Здесь У нас 20 Сантиметров Должно быть Вот Для Размера Плюс Минус Один Сантиметр Колькиношно Роли Не играет Девчонки Это Я Ориентировочно Чтобы Вы Понимали Где Эта Разница Так Значит Далее Что я Делаю Я Теперь Начинаю Делать Вот Такую Же Точно Такую Же Штуку Как Делала Для Пятки То Сейчас Я Вяжу Незаконченными Рядами До Центра Потом Я Присоединяю Все Точно Так Я Делала Здесь Смотрите Носок Это Просто Две Игентичные Части Нашего Дизания Вот Он Носочек Вот Видите И Вот Она Пяточка Все Одинаково То Сейчас Я Делаю То же Самое Начинаю Вот Промотайте Вернитесь Назад Вот Где Мы Закончили Узор И Ляжите Все Точно В Если Не Запомнили Потом Мок Как Кусочку Видео Итак Смотрим У меня Готов Носочек Видите Вот Так Вот Выглядит Сейчас Этот Фабрикат Если С изнанки Смотрите Вот У меня Две Одинаковые Вещи Ну В смысле Детальки На Пяточку И на Носочек Используется Одно И то же Длина У меня Так В спокойном Состоянии Понятное Дело Что Это Тянется Еще На Нож Ну Сейчас Это 21 Сантиметр Всего Значит Нарисуем Вот Здесь Длина Ступни 21 23 25 Так Ну Здесь Вот Тоже Плюс Минус 1 Сантиметр Так Значит Вот Здесь Вот У меня Закончилась Бумажка Я думала Я благополучно Все нарисую Но не нарисую По сути Сейчас Мы переходим На Основной Узор Вот Вот Мы сейчас В этой Точке Находимся То есть Здесь Вот Мы повторили В этом Секторе Вот Эту Часть И Дальше Мы переходим На Основной Узор Вот И Вяжем Уже До Верху Здесь Уже Все Как бы Вывязали Все Такие Основные Моменты И Число Петель У вас Ваше И Мы Переходим К Узору Вот Вот То же Самое Распределение Которое У нас Было Значит Кромочная У меня Две Изнаночных У Вас Две Три Или Четыре Лицца Лицевая Пять Изнаночных Два Три Четыре Пять Лицевая Пять Изнаночных Два Три Пять Лицевая Пять Изнаночных Лицевая Две Изнаночных Три Или Четыре И теперь кромочную, кто еще не знаком с этим способом вязания, привязывания, значит я пересняла кромочную на правую спицу, теперь поднимаю кромочную с вот этого вот вязания, сейчас посмотрим, вот это, нет, здесь, значит не вот эту, на которую, смотрите, у нас тут хорошо видно, что мы зацеплены в эту кромочную, а нам нужно поднять следующую. И в лицевом ряду, вот мы подняли на левую спицу кромочную, вернули эту кромочную с этой части вязания и провязали в лицевом ряду изнаночной петлей все вместе, то есть таким образом присоединили за кромочную, поворачиваем работу, вяжем изнаночный ряд, то есть мы сшивать не будем, мы будем просто вот так вот присоединять, при этом у нас будет цельновязанный носок, без единого шва. Так, здесь кромочную переснимаем тоже на правую спицу, здесь видите, вот мы висим за вот эту вот кромочную, нам нужно поднять следующую, вот это следим хорошо, чтобы не попасть в одну и ту же, значит вернули, у нас изнаночный ряд сейчас, и мы провязываем лицевой петлей, без изнаночной лицевой, в лицевом изнаночной, нить сразу уводим назад, и вяжем лицевой ряд, здесь мы будем выполнять тот же узор, который мы вязали, но я уже на нем останавливаться не буду, вы его уже помните, если нет, вернитесь в начало видео, так, снова до конца ряда довязали, кромочная, теперь смотрите, лицевой ряд, видите, здесь мы прицеплены за кромочную, поднимаем следующую, возвращаем кромочную с основного вязания, и в лицевом ряду провязываем изнаночную, и так далее, таким образом мы, вот, по кромочным передвигаемся, видите, вот мы сейчас вяжем центральную часть, и по бокам, вот оно видно, за кромочной мы цепляемся, то есть, получается у нас цель навязанный носочек, сейчас мы вот эту ровно-ровно-ровно вяжем эту часть, прямо до резинки, вот здесь вот я на этом моменте вам остановлюсь, еще покажу, вот, сейчас я продвигаюсь до пятки, так, смотрите, вот видите, я дошла до вот этих вот пяточек, тут очень важно тоже, чтобы не перекосило, видите, вот здесь я цепанула, здесь цепанула, и дальше перехожу, как бы уже наверх, на вот эти вот кромочные, ну, в принципе, там вот тут одно вязание, самое важное, нам не попасть в одну кромочную, вот тогда оно будет, пойдет перекос, вы периодически вот вяжете, контролируйте, идет у вас ровно, или уже, оно видно, кстати, девчонки, контролируйте периодически, оно видно, когда вы попали в другую, как бы в одну и ту же кромочную, этого не видно, но видно потом, что полотно идет с перекосом, сейчас я провяжу этот ряд, и вам покажу, как оно будет выглядеть, лучше контролировать в процессе, и вовремя распустить, вернуться и распустить, чем потом у вас пойдет этот, он же пойдет перекос, прямо до верху, поэтому в этом моменте, пожалуйста, аккуратно, так, здесь у нас кромочная, вот оно, в принципе, хорошо видно, ну, кто, как бы, первый раз сталкивается с этим вязанием, у меня будут быть, как бы, проблемы, видите, вот, дальше уже пойдем вверх, так, сейчас покажу, нет, надо изнаночный ряд провязать, чтобы посмотреть, не, после лицевого не смотрите, потому что уже, давайте я вам покажу, здесь уже, видите, вот, если так смотреть, здесь уже пошло сюда, потому что здесь на одну кромочную выше, здесь вот, это узелок, это присоединение, это не кромочная, так, смотрим, смотрите, вот, видите, вот, должно идти ровно, перекос я вам перед этим показывала, вот, контролируйте, чтобы не было, не уходила, никакая сторона вверх, но только контролирую я после изнаночной, изнаночного ряда, то есть, когда оно сравняется, лицевое, лицо изнанка, и сейчас я продолжаю вязать вверх, так, вот, смотрите, продвигаюсь, я продвигалась, продвигалась, и сейчас я уже дошла до резинки, и, опять же, видите, контролируем, чтобы все было, было ровно, чтобы не было вот так вот, так, теперь я просто продолжаю точно так же, но перехожу на резинку один на один, начинаю с лицевой петли, так как у меня здесь лицевой начало, и между ними вот это будет изнаночная, как раз оно и будет, так, здесь пока не перекручиваю первый ряд, потому что нечего еще, только вот это вот лицевое, таким образом вяжу то вверх, присоединяю все точно так же, и так, я довязала до конца, смотрите, видите, уже у меня все совпало, вот, по кромке, по краешку, теперь я закрываю петли, здесь у меня, вот, видите, нить набора, я ее свяжу узиком с рабочей нитью, чтобы максимально присоединить, закрывать буду по узору, можно эластичным способом закрытия, можно обычной эластичной, да, оставлю ссылку под видео в описании, по узору закрываю, если здесь лицевая, то лицевой, следующая изнаночная, изнаночная, так, и здесь вот две последние петли, смотрите, я их переснимаю на правую спицу, и здесь вот поднимаю одну кромочную, и прям, все три вместе провязываю изнаночной, вот, теперь, вот моя ниточка, и далее я беру крючок, еще вот так вот, теперь вот эти все ниточки уводим, так, здесь, смотрю, у нас все ровненько, так что, просто маскируем эту ниточку, сейчас я на манекенчике уводила, вам покажу, и вот, смотрите, что у меня осталось, то есть, как раз осталось на разницу между размерами, то есть, на любой размер нам достаточно будет два маточка пряжи, больше не нужно, так, вот такой вот у нас носок получился, девчонки, пяточку выравниваем, вот, красиво, правда, очень красивый такой, оригинальный, симпатичный, и не, не, не сложно, вот он наш стык, его видно, практически не заметен, никакого уплотнения здесь нет, как бы, такого, имитации какого-то шва, просто такой вот стык, все, вот такой вот у нас нас звучит, девчонки. Все, а на сегодня я с вами прощаюсь, с вами была Викой, школа рукоделия, всем пока-пока!